Привет, друзья! Сегодня делюсь рецептом классной запеканки из овощей. Это сытное, яркое и вкусное блюдо понравится всей семье. И даже мяса никакого не нужно, поверьте. Смотрите, у меня здесь 800 граммов капусты. Я шинкую ее произвольно. Капуста молодая, готовится быстро. Всю капусту я перекладываю в отдельную емкость. Добавляю соль и мну капусту руками, пока она не уменьшится в объеме. Также в этот рецепт можно добавить нарезанный мелкой соломкой картофель. Но я сегодня делаю более легкую версию. У меня есть сезонный перец. Будет очень красиво, если возьмете перец красного цвета. Но на вкус это, конечно, не повлияет. У перца я удаляю семена и режу его тонкими полукольцами. Также у меня осталась половинка моркови от супа. Она тоже отправится в пирог. Натираю морковь на крупной терке. Ну и зелень. Это, конечно, по желанию, но я люблю, чтобы зелень была обязательно. Перекладываю овощи к капусте. Добавляю немного паприки для цвета, черный молотый перец. Кстати, соль я не добавляю, так как посолила капусту. Я перемешиваю овощи и сейчас займусь тестом. Так, смотрите, как все просто. Вбиваю в миску 3 яйца. Добавляю щепотку соли. Вливаю 100 мл кефира и хорошенько перемешиваю смесь с помощью венчика. Добавлю еще немного перца для вкуса и 50 мл растительного масла. Продолжаю перемешивать. Когда жидкие ингредиенты подружились, всыпаю 150 г муки и снова перемешиваю. Кстати, чтобы сделать рецепт более полезным, можно использовать цельнозерновую муку. Все, больше ничего не нужно, тесто готово. Видите, как все просто. Теперь смотрите, тесто я вливаю сразу в овощную нарезку и тщательно все перемешиваю. Напоминаю, друзья, если вам нравится это видео, поставьте лайк, чтобы его сохранить. И подпишитесь на мой канал, чтобы ваша лента стала еще вкуснее. Духовку я уже разогрела до 180 градусов. Форму для запекания смажу небольшим количеством растительного масла. Выкладываю овощи с тестом. Равномерно распределяю по форме и убираю в духовку на 30-40 минут. Точное время запекания будет зависеть от толщины запеканки и от особенностей вашей духовки. Смотрите, что получается! Ароматно-то как! Вот знаете, единственное, визуально здесь не хватает именно красного сладкого перца. Но в следующий раз специально приобрету красный для этого рецепта. Но все равно это очень-очень нежное и вкусное блюдо. Мне напоминают по вкусу одновременно и голубцы, и пирожки с капустой. Особенно напоминают голубцы, если подать с ложечкой сметаны. Это супер просто и вкусно. В общем, попробуйте приготовить сами. Уверена, вам понравится. Приятного вам аппетита, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok